Вы работаете там, да? Я-то не работаю. Вы вообще не работаете? Я на пенсии. Я инвалид, у меня рука не нога. А девочкам какие условия жизненные там? Можно посмотреть, где они занимаются в вашем жизни? В доме. Можно зайти? Для участковых уполномоченных такие визиты – обычное дело. Хранители правопорядка держат под контролем семьи, которые по тем или иным причинам попали в сложную жизненную ситуацию. Сотрудники полиции регулярно посещают малообеспеченные и многодетные семьи. На этот раз к ним подключились представители районной администрации и сельского совета. Участковые полномоченные ежедневно ходят по домам, ежедневно проводят профилактическую работу, но она, как правило, недостаточно. И когда подключается общественность, другие организации, то я думаю, это будет как-то более действенно. Рейд направлен на профилактическую работу, в ходе которой члены комиссии посетили несколько семей. В Богучанском районе 41 семья состоит на учете, 12 из которых – многодетные. Взрослые, как правило, подают пример молодежи. В беседе с родителями и несовершеннолетними сотрудники полиции сделали особый акцент на тему о вреде алкоголя, курительных смесей и табака. Сегодня мы посещаем некоторые семьи с целью ознакомления, в каких условиях проживают дети, какое воспитание они получают со стороны родителей, чем занимаются они в свободное время, посещают ли кружки, секции для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, если мы увидим, что дети находятся в трудной жизненной ситуации, то наша задача – незамедлительно им оказать помощь. Такие беседы необходимы особенно для тех родителей, которые по каким-то причинам мало уделяют внимания своим детям. Нередки случаи, когда малышей оставляют без присмотра ради того, чтобы зарабатывать на жизнь. В селе Богучаны в поле зрения сотрудников полиции 6 семей, а вот в масштабах района только в этом году на учет поставлено 25. Благодаря постоянному контролю ситуация во многих семьях меняется. Это профилактическое мероприятие помогло выявить тех, кому крайне необходима материальная поддержка. Этим людям помогут собрать необходимые документы, чтобы получить единовременную финансовую помощь.